Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Уже прошла, братья и сестры, после Прощенного Воскресения, первая седмица Великого Поста. Прошла быстро. И мы задумываемся о том, что так же пролетает наша жизнь. Вот сейчас быстро и незаметно для нас. Когда мы бываем молоды, то мы, взирая как бы еще на будущее своей жизни, говорим, о, еще сколько всего впереди. Но когда приходим в возраст 50-60 лет и старше, то, оглядываясь на прожитую жизнь, говорим, Господи, да когда же она прошла? Промелькнула и не заметили. И так быстро проходит наша жизнь, и подчас мы торопим события в этой жизни. К чему-то стремимся, куда-то спешим, что-то стараемся приблизить по времени, чтобы скорее к нам что-то пришло. А старые люди просто говорили, слава Богу, день прожили ближе к смерти. И в этих словах, как странно, они их произносили с улыбкой, потому что и само слово смерть ими понималось как не пресечение и окончание бытия человека, а как некий порог, через который человек, переступая, переходит в вечное, нескончаемое бытие к Богу, к которому и стремились своим благочестием искренним наши предки. И оставили и нам это стремление, стремление быть наследниками вечности, быть Божьими, быть чадами Святой Православной Церкви. В сегодняшний день, братья и сестры, воскресенье по-особому называется и по-особому утешительно для каждого из нас это название Торжество Православия. Этот праздник был установлен после Седьмого Вселенского Собора. Господь создал Свою Церковь. Создал Свою Церковь, и Он не захотел, чтобы каждый по-одному исповедовал те заповеди, которые Он нам оставил, и учения о вечном бытии и о вечном спасении. Но Он устроил такую общность людей, которую мистическим мы называем телом Христовым, и сказал, что Сам будет головою Церкви. Поэтому мы всегда и поем на верую, верую воедину, святую, соборную и апостольскую Церковь. Господь, создавший Церковь, поставил в ней святых апостолов, апостольских мужей, учеников их. Поставлены были и епископы, и священства, и дьякона, как священнослужители Церкви. Особые правила, догматы утверждены были и апостолами, и Христом, и святыми соборами. Утверждены и таинства Церкви, как полезные и спасительные для спасения и вечного бытия души человеческой. Господь сказал, созижду Церковь мою и врата адова не одолеют ей. Этим он как бы и предупредил нас, воодушевивши этими словами, он и предупредил, что ад никогда не будет равнодушен к Церкви. Он всегда будет стараться уничтожить ее какими-либо способами, отвлечь людей от Церкви. Сейчас многие называют себя Церквями, и много различных течений религиозных называют себя Церковью. Но послушаем слова Христовы, который говорит, созижду Церковь мою и врата адова не одолеют ей. Говорит о Церкви в единственном числе. В другом месте мы слышим слова Священного Писания, аще кто Церковь прислушает, да будет тебе яко язычник и мытарь. Тоже в одном единственном числе говорится о Церкви. В третьем месте слышим Церковь столб и утверждение истины. Опять в единственном числе говорится о Церкви. Господь говорит, аз есм с вами вовся дни до скончания века. Угодники Божии такие, как святитель Иоанн Златоуст говорит, держись Церкви и она спасет тебя. Опять в единственном числе братья и сестры говорится о Церкви Христовой. И мы сегодня празднуем торжество Святого Православия. Торжество Церкви, которая пережила века и не просто пережила. Три века первые Церковь старались физически стереть с лица земли. Большинство апостолов, подавляющее большинство пострадало мученической кончиной и распятой на крестах, как апостол Петр и брат его апостол Андрей Первозванный, и усечены мечом, как апостол Павел, и устрелены стрелами, и многими другими казнями пострадали святые апостолы. Страдание до смерти учеников христовых апостолов это тоже, братья и сестры, является утверждением для нас в истине. Потому что за ложь никто не будет страдать до крови. За неправду никто не пойдет на тюремные заключения, на бедения, уничижения, оскорбления. Идут только за истину, идут за правду. И апостолы Христовы показали это в начале становления Церкви Христовой, но их последователи даже в наше недавнее время являются исповедниками, а то и мучениками за Церковь Христову. Вспомнить только период, братья и сестры, после революционных гонений 1917 года, тысячи, десятки, сотни тысяч священников, архиереев, монашествующих, мирян, пострадали в гонениях на Церковь Христову, взрывали храмы, разрушали монастыри, устанавливали какие-то обновленческие такие религиозные общества, чтобы людей только отвезти о Церкви. И все равно тайком молились, тайком служили, шли на гонения, в тюрьмы, в ссылки, на мученические кончины, но не отвергались Церкви Христовой. И наши недавние предшественники показали истинность Церкви Христовой, потому что, еще раз повторю, за ложь никто не пойдет на муки, на страдания, на смерть. Первые три века языческие императоры, а перед ними Синедрион и архиереи, книжники и фарисеи восстали на Церковь Христову. Иоанн Златоус говорит о страшных временах первых трех веков христианства до императора Константина. Возмущались императоры, поднимались войска, волнения в городах проходили. Какие только пытки, какие только изощрения не применяли язычники, чтобы уничтожить Церковь Христову. Приказы императоров по всей империи звучали о уничтожении христианства. при некоторых императорах, как, например, при Диоклетиане, ему придворные докладывали «Все, император, с христианами в твоей империи покончено, их больше нету». То есть, можно представить, в какой мере и степени было гонение, тотальное уничтожение христиан за исповедание христианской веры. Но Церковь Христова выжила. Потому что, как и апостол Павел говорил ученику своему Тимофею, находясь в узах, связанной и закованной цепи в темнице, он говорил, «Слово Божие не вяжется». Невозможно связать Христа, невозможно связать Бога, Который живет и действует в нас, в чадах Церкви Христовой и через нас, как через священнослужителей или как хранителей догматов и благодати церковной. Когда Церковь после императора Константина и после его указа о свободном исповедании христианства начала разрастаться, то враг по-другому решил разорить Церковь Христову. Среди церковных, казалось бы, людей возникали расколы учителей и еретики, учащие противному ни учению Священного Писания, ни догматам и чистоте церковного учения, которое передано было от святых апостолов, но своим гордостным измышлением и своим каким-то ложным словам, за которыми находились последователи, которые шли за ними и создавали соответственные сообщества. Собирали Вселенские Соборы и святые отцы, говоря «изволися Духу Святому и нам», решали те или иные вопросы в Церкви, отстаивая, сохраняя и утверждая истину догматами Вселенских Соборов. И вот в начале 8-го столетия тоже появилась в Византийской империи ересь. Она не затронула тогда Римскую Церковь, которая в те времена еще была православная, так как католичество отошло от православия в 1054 году, то есть в 11-м веке, а до этого все церкви были православные, поэтому не подверглись этой ереси Египет и Западная Церковь. Но Византийская империя подверглась такому лжеучению, как иконоборчество. В угоду возникшему Магометанству, которое в VI веке возникло через 600 лет после христианства и в угоду иудеям, которые запрещали изображение людей какое-либо, тем более почитание, как было почитание икону святых православных, и император византийский, желая в какой-то мере по человеку угодить и этим религиям, объявил, что иконы это идолы, и они должны подвергаться уничтожению. Были посланы войска, которые из храмов, из монастырей, из домов выносили иконы на городские площади и сжигали их. Когда люди защищали иконы и не давали их, то поступали с иконопочитателями жестоко, иконы разбивали на их головах. Как противники императорскому указу, тогда пострадали очень многие, ссылали в ссылки, подвергали пыткам, подвергали казням. И более ста лет при нескольких императорах длилась эта трагедия. Люди тайком прятали у себя иконы, как святыни, родовые свои подчас. Люди старались защитить свои святыни, но, видя подчас, что невозможно защитить, многие уходили из Византийской империи в пределы империи Западной Римской. Итак, остров Сицилия, юг Италии населился православными греками, иконопочитателями, так что даже название Сицилии и юга Италии стало иметь Новая Греция. Они бежали также на Кавказ, в Крым, в Северное Причерноморье, и уже мы на Седьмом Вселенском Соборе видим подпись Хазарского епископа. Хазаре – это наша территория, и Хазарский епископ подписывает документы Седьмого Вселенского Собора, который впоследствии утвердил истинность и догмат иконопочитания. Но тогда людям приходилось претерпевать страшные бедствия. Множество монастырей и монахов выступили на основе Священного Писания, Писания Святых Отцов, апостольских преданий в защиту иконопочитания и подверглись подчас страшным гонением. Мы помним Иоанна Дамаскина, ему отрубили руку по ложному навету и доносу преподобному. Преподобные Федор и Феофан начертанные вызваны были к императору, как влиятельные духовные духовники и старцы, которые выступали за иконопочитание. Их вызвали, император им предлагал, ну что вам стоит, подпишите там согласие с моим указом, что против иконы идите себе на все четыре стороны, на что преподобный Федор сказал император. Ты предлагаешь безумие мне, все равно, что если бы ты сказал, давай я тебе отрублю голову и иди куда хочешь, без головы. Мы знаем в это время братья и сестры множество икон прославились чудесами и многие чудотворные иконы мы почитаем с того времени иконоборчества. Это иверская икона Божьей Матери, у которой на щеке мы видим рану и потеки крови, которые изображаются на всех копиях иверской иконы Царицы Небесной. Она хранилась у бедной вдовы, которая жила с сыном, и воины пришли забрать икону, и один из воинов в злобе и безумстве копьем ударил в лик иконы и хлынула кровь, которая до сих пор на древней иконе, которая хранится на святой горе Афон в Иверском монастыре, до сих пор засохшие потеки крови, которые из раны на щеке у Божьей Матери остались еще с того времени, с 8 века. А с 10 века она находится на святой горе Афон в Иверском монастыре. Икона Божьей Матери троеручится. Многие недоумевают подчас, ну как эта Божья Матерь на иконе изображена с тремя руками? Но ведь это тоже связано с историей иконоборческой ереси и защитой икон преподобным Иоанном Дамаскиным, которым был губернатор города Дамаска, но человек был благочестивый, который был аристократом того времени и он писал богословские трактаты в защиту иконопочитания. Дамаск в то время находился уже под сарацинами и халифы управляли Дамаском, но Иоанна Дамаскина уважали за его честность, за прямоту, за мудрость, и он, будучи христианином, оставался губернатором города Дамаска, и он писал везде трактаты в защиту иконопочитания, рассылал их кругом, их переписывали во множество, и люди, читая, утверждались в истине иконопочитания. Он был вне, как бы, будучи за границей власть императора византийского не могла на него простираться. И тогда византийский император придумал такую хитрость, коварство. Он приказал своим слугам найти подлинные письма Иоанна Дамаскина, подделать его почерк и составить подложные письма, в которых он якобы пишет из Дамаска ему, византийскому императору, что ты христианин и я христианин, приходи с войском к Дамаску и я открою тебе городские ворота, я не хочу быть под властью халифа. И такие подложные письма император византийский передает халифу, как дружеский жест, говоря, посмотри, какие у тебя подданные, они готовы тебя предать, и вот мне пишут такие письма. И халиф, возмутившись и не разобравшись, он приказал отрубить Иоанну Дамаскину правую руку и низложить его с губернаторства Дамаска. Иоанну Дамаскину отрубают руку и вывешивают на городском торжище. Иоанн Дамаскин платком обвязавши и перетянувши отсеченную руку свою, имея влиятельных друзей, закрылся у себя в доме, в изнеможении плакал перед образом Царицы Небесной. Друзья же, собравшиеся в доме его, влиятельные, богатые, видя его страдания, упросили у халифа, чтобы он отдал руку, вывешенную на торжеще, чтобы ее хотя бы или похоронить, и вот рука была отдана отсеченной Иоанну Дамаскину. Иоанн Дамаскин взял эту отсеченную руку, примотал ее платком к месту отсечения и перед иконой Божьей Матери в умолении затворился и в слезах плакал, что Божья Матерь, ты видишь, что я оклеветан, что я казнен не по правде, что это вражая наветы против меня и враги против меня восстали, но я прошу Тебя, затвори чудо, исцели руку мою, и я всю жизнь посвящу, чтобы писать песнопения и тропари и каноны прославляющие тебя и твоего сына и Бога нашего. И вот когда он так плакал от изнеможения, от потери крови, от боли он впал в забытье. В таком состоянии ему явилась Божья Матерь, коснулась его руки и сказала Твоя молитва услышана, рука твоя исцелена, не забудь исполнить свое обещание. Когда Иоанн Дамаски начнулся, то он увидел, что рука приросла на место, а где она была отсечена, только красная полосочка была. И он воспел в радости. Это песнопение поется на литургиях Василия Великого. О тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род. Он воспел это песнопение впервые после чуда исцеления руки. Друзья, слыша пение из комнаты и думая, что не случилось лишь с ним что-то как помешательство какое-то, слыша возраст и радость и восклицание, но когда открыли, увидели здоровую руку его поющим гимн Божьей Матери Иоанн Дамаскин приказал из серебра отлить подобие отсеченной руки и повесить у иконы Божьей Матери в память чудо исцеления, которое он получил. С тех пор та икона Божьей Матери стала именоваться Троеручицей. По сегодняшний день эта икона сохранилась, она хранится на Святой горе Афон в сербском монастыре Хиландар. Называется Троеручицей именно по этой причине, что одна из рук это в благодарность подвешенная видимый знак чуда к Божьей Матери серебряная третья рука образ отсеченной руки губернатора Дамасского Иоанна Дамаскина, которого просил халиф, видя чудо, занять опять пост губернатора, но он ушел в монастырь преподобного Савва Священного, прожил жизнь в монашестве. Тот платок, которым была перевязана рука исцеленная, он всю жизнь носил на своей голове. Он так и на иконах изображается в монашеских одеждах, а голова обвязана как чалмою, белым платком со свящающим концом таким. Всю жизнь он носил этот плат на голове и он оставил множество богослужений, братья и сестры, которые мы до сих пор исполняем песнопения эти и службы в церкви. Это и служба Рождества Христова, и Пасхи, и служба Святого Вознесения, и чин погребения, которые мы поем над нашими усопшими, стихиры, и чин погребения, каноны Божьей Матери, десятки канонов он составил, и многие из них мы знаем, и поем Ирмаса, отверзу уста моя, и наполнится Духа, и словно отрыгну царице Матери, и явлюся светло торжествуя, и воспою поятая чудеса. То есть мы, братья и сестры, множество до сих пор песнопений, которые он по обетованию своему исполнил уже всю жизнь посвятивший прославлению имени Господня Его Пречистой Матери. И такие радостные, особые, чудотворные моменты были в те времена, но были времена и страшные, когда целые монастыри в Константинополе опустили, а ведь дело-то в том, что в связи с тем, что сарацины уже со всех сторон обступили Византийскую империю, захватили многие территории, Палестины, Египта, то с территорий этих перешли в Константинополь многие монашествующие. На момент иконоборческой ереси возникновения в Константинополе в окрестных монастырях собралось до 100 тысяч монашествующих. И можно представить, какое было гонение и на монастыри, и на монашество, что многие из них стояли пустые. Из некоторых монастырей устроили казармы солдатские, из некоторых монастырей сделали кузни, как в монастыре и храме Ефимии Всехвальной. Жили рабочие в алтарях и отхожие места в храмах устраивали. То есть, было такое страшное скудение. И, казалось бы, сами императоры это все поддерживали и своими указами утверждали. И у людей не было, казалось бы, никакой надежды. И сто лет творилось это безумие и беззаконие. И вот, наконец, братья и сестры, пришло время, когда был собран Седьмой Вселенский Собор и благочестивая царица Ирина, патриарх Тарасий и другие поборники иконопочитания, собравши Собор Седьмой Вселенский, утвердили иконопочитания. Интересные слова мы там читаем. В утверждении иконопочитания некоторые до сих пор сектанты говорят, ну что это, православные доски целуют, да, какие-то краски нарисованные там святых почитают. Это чуть ли не называют идолопоклонством. Но, братья и сестры, очень четко Собор Вселенский Седьмой указал, что икона это не идол и не Бог. И даже сказано, если кто скажет, что икона Бог, анафема тому да будет. Икона не Бог, но изображение Божие. Но, как мы почитаем самого Бога, то почтение к Богу переходит и на Его изображение. То есть мы поклонение совершаем Богу перед иконой, Божьей Матери, святым угодникам Божьим, а икону почитаем честнее. Умом восходим в горний Иерусалим к престолу Вседержителя, а устами прикладываемся к изображению Христа Спасителя, Божьей Матери и святых. Простой пример этому, братья и сестры. Когда мы приходим на кладбище, на могилы своих родителей и видим их фотографии, мы же почитаем, мы же не говорим, что фотография это мой родитель. Это изображение моего родителя или отца, или матери. И глядя на это изображение, мы вспоминаем их любовь, их ласку, их воспитание, их добрый взгляд по отношению к нам, их теплые руки, которые ласкали нас, когда мы были маленькие, по голове и приобнимали, и их уста учили нас доброму. И взирая на эти дорогие для нас изображения, мы не сдерживаемся, бывает, и целуем их на кладбище. Забирают сына в армию, на войну, мама молится, переживает, и вот сын присылает фотографию. Эту фотографию мама оставит на почетное место, чтобы все видели. А когда никто ее не видит, то она прижимает эту фотографию к сердцу, целует ее и слезами своими обливает. Фотография это не сын. Сын находится где-то там, на войне, и мама за него переживает, но она почитает его изображение, и любовь к сыну передается любовью и на его фотографию изображения. И кто обвинит сына или дочь, который любит изображение своих родителей? Кто обвинит мать, которая скажет, она любит фотобумагу и фотобумагу считает своим сыном? Нет же, так же? Вот так точно и икона почитания. Мы почитаем Бога, Божью Матерь, святых угодников Божьих, но и честнее, совершая поклонение Богу, честнее почитаем и изображение Божие. Так было в иконоборческие времена, когда один из преподобных был вызван к императору и начал уговаривать его тоже отречься не почитать святые иконы. И тогда этот преподобный взял, бросил монету, где было изображение императора на которой и начал ее топтать. В гневе царь встал и сказал, как ты смеешь топтать мое изображение? И тогда преподобный сказал, император, я тебя не оскорбил ни словом, ни действием, не толкнул тебя, тем более не наступил, я всего лишь попираю ногою твое изображение. Но если ты гневаешься при этом, видишь, как я топчу изображение, побойся, как будет гневаться Бог, когда ты уничижаешь Его изображение и Его святые иконы. И вот братья и сестры прошел Седьмой Вселенский Собор и множество народа православного, которые втайне хранили святые иконы, услышавшие, что побеждена ересь и опять утверждена та правда, которая со времен апостольских еще шла, люди с радостью, с торжеством вынесли спрятанные и хранимые ими иконы, вынесли на город, на городские улицы, на городские площади, везде служились молебны, везде люди прикладывались к иконам, с иконами шли по улицам, по городам, по селам, радуясь, что наконец-то и торжествуя, что истина восторжествовала. Мы можем братья и сестры понять эту радость и можем понять это торжество. Когда после советского времени разрушались храмы, взрывались соборы, сбрасывались колокола, закрывались монастыри, переделывались храмы под клубы, под музеи, еще под что-то, и вот когда нам эти святыни порушенные, уничиженные, подчас с побитыми иконами, в некоторых иконах были выковырены глаза тому святых или топором пытались вырубить эти изображения со стен братья и сестры, и вот когда мы вошли в эти храмы, которые еще и благолетие им казалось бы не были украшены, как сейчас, но у нас была великая радость и великое торжество, что правда Божия победила и воссияла. Многие из вас помнят этот Успенский собор, когда прославление преподобного Иоанна Затворника мы совершали после того, как еще не до конца завершился демонтаж, перекрытие стен, которые здесь в соборе были вмонтированы, 2600 тонн мусора вывезено было из этого собора, и прославление Иоанна Затворника было, когда мы еще на кучах строительного мусора здесь стояли, но пели верую, и первое ублажание преподобному Иоанну Затворнику так народ пел, что было слышно на той стороне донца без микрофонов и без усилителей. Такое пение я не знаю будет ли когда еще братья и сестры, как тогда, когда народ грянул на литургии верую. Так же точно народ пел братья и сестры при возрождении многих наших святынь и монастырей, которые были уничтожены, разрушены, закрыты. И мы понимаем радость тех иконопочитателей в то время. Потому что и сами пережили период иконоборчества. Ведь было такое в недавние времена. Иконостас Успенского собора после закрытия в 22 году нашей обители рубили на дрова и топили окрестные сельсоветы и школы. Из многих икон святых делали загородки в свинарниках. Было такое. уничтожали мощи угодников Божьих, гнали почитателей, верующих, церковных людей. Все это вот оно, недавно было. Но было братья и сестры и величие нашего народа, что наряду с гонителями существовали те, кто не предал церкви. Пусть одна церковь на район оставалась, но она была битком забита народом, который не взирал ни на атеистическую пропаганду, ни даже на смешки своих детей и внуков, которые говорили, ну бабушка, ты забитая, в Бога веришь. Космонавты летали, Бога не видели. Я эти слова потом повторял, братья и сестры, когда герои Советского Союза космонавты Леонов и Волков приезжали к нам сюда в обитель, прикладывались к иконе чудотворной Божьей Матери и стояли у нас службу на благовещение. И потом мы с ними на трапезе беседовали и Леонов говорил, да я никогда так Богу не молился, как когда был в космосе. Ведь я первый человек, который выходил в космос. Я не знал, что меня там ожидает. Я готов был к смерти, и я молился так, как никогда не молился. И я спрашивал у людей, братья и сестры, вам говорили, что космонавты летали, Бога не видели? Говорили, весь храм хором, а вот космонавты стоят и молятся Богу вместе с нами. И мы, братья и сестры, пережили и злобу, и ненависть, и всякие насмешки, и всякие атеистические какие-то лекции, и что только не устраивалось, чтобы нас отвратить от церкви Христовой. Как в прежние времена еретики и раскольники всякого старались народа церкви оторвать, свести с пути спасения, так и в наше время враг через людей старается оторвать людей от церкви, церковь уничиживших, оклеветавших. Недавно говорят, что два с половиной миллиона заплатили известным изданиям Западной Европы корреспондентам, чтобы в Западной Европе в известнейших изданиях, таких как Нью-Йорк Таймс и другие заказаны статьи очерняющие Украинскую Православную Церковь. Специально, братья и сестры, заказы сделали, чтобы даже за границей такие статьи писали, а наши бы потом говорили, вот видите, даже за границей про это пишут. Да вы прекрасно помните, сколько и нашу обители говорили, и что только не писали и на братью, и на людей тут собравшихся, всякое, братья и сестры, ну это и неудивительно, потому что там, где враг, дьявол берет в свои руки и направляет своих людей для борьбы с церковью, там, соответственно, оно и есть ненависть, злоба, клевета, ложь, что же мы удивляемся? Если это дело вражие, то оно, соответственно, и имеет вот такие признаки, что оно вражие, а значит, оно не наше, оно нам не нужно. И, братья и сестры, и каждый из вас, не только я, но каждый из вас может сказать, что, почему мы стоим сегодня в церкви? Потому что в жизни у каждого из нас были или мамы, или бабушки, или добрые соседки, христианки, церковные люди, или священники, простые сельские, или духовники в монастырях, с которыми общаясь и видя пример жизни которых, мы поняли, что это наша церковь, и другой нам не нужно. Мы вспоминаем братья и сестры и архимандрита Иоанна Крестьянкина, мы вспоминаем братья и сестры и Инока и Анна Слепого на Днепропетровщине, вспоминаем и блаженная память Алексея Федоровича со Старого Оскола, мы вспоминаем и преподобного Кукшу Одесского, и преподобного Лаврентия Черниговского, вспоминаем братья и сестры и архимандрита Кирилла Павлова и недавно скончавшегося тоже старца духовника пройцы Сергия Лавры архимандрита Илью Рейзмера, который родом был из Винницкой области. Мы вспоминаем и отца архимандрита Дмитрия Почаевского, мы вспоминаем братья и сестры и блаженнейшего митрополита Владимира, который, наверное, ну, был такой авторитет для каждого из нас и своей жизнью жертвенной, помните, как он уже слабенький, уже еле-еле такой, казалось бы, такое же насквозь светится от своей такой уже немощи, старческой слабости, но он приезжал сюда, в Святогорскую Лавру, ездил по епархиям, кругом служил и говорил такие слова, когда уезжал, то мы ему говорили, ваше блаженство, вы уезжаете, будем по вам скучать, а он улыбался и говорил, а я уже начал по вас скучать, только уезжая, уже начал, и его взгляд такой, его улыбка, его такое желание быть с народом, у него когда-то задали вопрос ему, ваше блаженство, а вы не хотели бы поехать на Святую Гору Афон и там подвязаться и жить на Афоне? Блаженнейший подумал, сказал, нет, не хочу, а говорит, ваше блаженство, но это же Святая Гора Афон, почему вы не хотите? И он улыбнулся и сказал, там нет наших прихожан, там нет нашего церковного народа, я без него не смогу. То есть такая любовь к пастве своей выражалась у наших старцев архиереев. Мы вспоминаем уже старца 90-летнего, который тоже в немощи, но до последнего совершал свое архипастерское служение митрополита Никодима Харьковского, который умер, читая каноны монашеского правила, до самого последнего оставаясь монахом, священником, молитвенником и даже вздох, а Господь сказал, в чем застану, в том и сужу. И он застал, когда он читал каноны монашеского правила. Мы, братья и сестры, вспоминаем владыку Алипия. Многие из вас вспоминают его светлые по-детски глаза, его радостную улыбку. Многие за радость считали поехать и услышать хоть слово из уст владыки, подчас строго и серьезное, а иногда шутливое и доброе, но всегда полезное для каждого человека, который с ним встречался и пересекался. Это наша церковь, братья и сестры. И вот такие примеры, такие примеры нам дают и твердость находиться в этой церкви. Для меня таковым примером я это говорил, говорю и буду говорить пока я есть. Для меня таким примером истинности церкви стала моя бабушка. Я просто видел святость ее жизни, я видел ее молитвенность, ее добродетельную жизнь, и мне не надо было доказывать, что есть Бог и церковь его истина. Если церковь могла мою бабушку сделать в таком уровне нравственным и святым человеком, то это и есть истинная церковь. И никто меня не переубедит, что я не в той церкви. А вспоминайте, вспоминайте, братья и сестры, как вот недавнее совсем время, когда в Богородичном икона Божьей Матери, вот она по самому центру лежит, на аналое, это небольшая иконочка Божьей Матери, как она в 15-м году, когда в Дебальцево были бои и лилась кровь человеческая, эта икона в Богородичном Матушке Келле потекла кровью, живой, человеческой кровью, что было подтверждено потом анализами и специалистами, и документы подписаны были ими, что вторая группа крови с эритроцитами, с лейкоцитами. Представьте, в 8-м веке Иверская икона Божьей Матери кровью от удара копия изливала кровь на свой лик. В нашем 21-м веке, когда опять беда у нас и война, Божья Матерь тоже потекла кровью, показывая свое сострадание, что до кровавого пота она за нас молится, показавши на своей святой иконе. Это в наше время, когда был 8-й век и вот 21-й и все это, братья и сестры, в одной и той же церкви, в нашей святой православной. Церковь святая с самого начала, она утверждена не какими-то учеными, академиками или богатыми, знатными, влиятельными людьми или царями. Церковь утверждена была святыми апостолами, которые в большинстве своем, за исключением может апостола Евангелиста Луки или апостола Павла, которые были аристократами своего времени, в большинстве своем апостола были простые рыбаки и не богословы. Единственное критерие, по которому избирал Христос своих учеников, это открытое сердце и душа ищущая Бога, живая, душа стремящаяся найти Бога и быть с Ним. По единственному критерию, и никогда, братья и сестры, пользы церкви не было, если мы искали какие-то компромиссы с этим миром или с грехом или с неправдою. Никогда, когда двуличие, двоедушие, человекоугодие, если оно бывало среди людей церковных, оно никогда не приносило церкви пользы. Наоборот, это человекоугодие, лицемерие, лукавство, двоедушие, боязнь некоторая, страх какой-то. Они, если и имели место в церкви, то это когда мы их приносили на исповедь, чтобы очиститься от них, потому что церковь имеет в таинствах своих всю полноту для очищения души человеческой, для очищения от греховной скверны человека и для его спасения, для его совершенства в праведности и святости. Все есть в полноте в нашей Матери Святой Церкви. Да мы это и сами с вами, братья и сестры, чувствуем. Когда мы приходим на исповедь и говорим подчас и неприглядные вещи, которые мы совершили в жизни, то когда мы получаем разрешительную молитву, ну вы согласитесь, ведь чувство такое, что камень с души упал, а дышать легче стало. Почему человек однажды поисповедавшись, он стремится еще раз, еще раз испытать ту легкость, ту радость освобождения от греха, от его уз, от его пленения. А разве мы, братья и сестры, не чувствовали особого утешения, когда мы причащаемся святых христовых сил, святых христовых таинств, причастия Христово, и мы обретаем, мы чувствуем, что мы обрели силы в стоянии, в правде, в борьбе с неправдой, что мы получили силы жить по заповедям Господним, что нам Господь дает особую силу, твердость, крепость и уверенность в нашей правоте и истинности нашей веры, которую мы исповедуем? А разве, братья и сестры, мы не радуемся, как дети, когда нас окропляют святой водой? Некоторые на священников в наше время тоже смотрят, как на простых людей, мы есть простые люди со своими немощными подчас человеческими недостатками, но на священниках нашей церкви лежит особая печать, печать священнослужения, печать благодати Божией со времен апостольских. Ведь Господь сказал, даю вам власть вязать и решить грехи человеку, и то, что свяжете на земле, будет связано на небеси, то, что разрешить те на земле, будет разрешено на небеси, все даю вам власть. Господь сказал апостолам, а от них эта власть через рукоположение перешла и к нам. И вот как-то пришли и беседовали, понимая о церкви, как о некой ну, партийной организации, которая имеет там определенное количество людей и последователей. И я сказал одному так, вот вы разговариваете со мной просто как с человеком, не беря во внимание таинственную, духовную, соединенную с вечностью жизнь церкви и каждого, кто считается человеком церковным. Они говорят, да, ну, батюшка, ну, что вы рассказываете, ну, все люди, вы люди, мы люди, да, говорю, мы все люди. Но сейчас я попрошу, говорю, своих келейников принести священнические одежды, принести книги, принести сосуд с водой, принести крест. И я вас попрошу, как вы говорите, вы люди, мы люди, священники, такие же, как вы, поэтому не надо нам рассказывать там что-то о благодати, о Боге, о вечности. Я вам принесу все это и попрошу вас, разрешу вам, одевайте мои ризы, берите мои книги, берите крест, сосуд со святой водой и то, что я делаю, освящая воду, освящайте. А потом посмотрим, будет ли ваша вода стоять и не портится, будет ли она нетленно, как стоит святая вода после освящения наших священников. Вы сможете сейчас это сделать? Мы сосуд даже потом запечатаем, а через три дня проверим, святая в нем вода или позеленела и протухла. И они тогда говорят, да не, батюшка, наверное, у нас не получится. Говорю, можете себе представить, а у меня получается. И не только у меня, а у всех священников и в селах, и в городах, и в монастырях, хоть днем, хоть утром, хоть ночью, хоть вечером попроси воду посвятить. Он воду посвятит, и она будет нетленная. И это, как дважды два, четыре, это знает каждый. Ведь так? Так. Но ведь не я делаю воду святой, а Христос, который здесь, Святая Троица с Отцем, Сыном и Духом Святым, и через действие Духа Святого совершается все таинства в Церкви. И в благодатью, силою Божию совершается это чудо. И у чудотворных икон, и в нетлении святой воды, и в нетлении святых мощей, и когда люди после соборования смертельно больные встают здоровыми и живут многие годы, когда люди четвертой степени онкологии заболевшие служат молебену нашей чудотворной иконы, и живут некоторые из них по 20 лет, я знаю таких, и больше, потому что от болезни не остается и следа. Мы знаем эти случаи, братья и сестры, от конкретных людей, при конкретных случаях. И знаем их, когда люди со слезами едут молиться с болезнью, а потом с радостью приезжают служить благодарственным молебен за неожиданное исцеление, когда и врачи от них отказались. Да что там говорить, братья и сестры, даже на пороге смерти, перехода из этого временного бытия в мир вечности, человек верующий имеет радость. Я был священником приходским, и мне приходилось умирающих соборовать и причащать уже, как говорили, когда они на Божьей дорозе. И когда собору из человека причащаешь его, и уже в конце даешь ему крест на целование, а человек улыбается, улыбается, радуется, и потом, когда священник уходит, он хвалится, говорит, вы представляете, батюшка моего собора причащал, батюшка со мною аж два часа молился, а человеку сегодня-завтра умирать, он это знает, а он радуется, а почему радуется? Да раз священник с ним молился, есть таинство Божие совершались исповеди, соборования, если сам Христос с ним соединился в причастии, значит, человек понимает, что он Богу нужен, а раз он Богу нужен, то значит, для него он перешагнет порог смерти, а там вечность, да не просто вечность, а райская, в которой он увидит Божью Матерь, ангельские силы, святых угодников Божьих, своих родственников, с которыми тут расстался, о которых плакал, и которые в вечности в райском находятся наслаждении, они его встретят, он их встретит, это же сколько радости будет, эта радость у человека уже даже на смертном одре проявляется, я удивлялся, видя умирающих людей, сияющими глазами и улыбающихся после совершения над ними таинства. Вот, братья и сестры, и мы в этой церкви находимся, и торжество Святого Православия, что мы его не предали, в этом торжество было и в восьмом веке, это торжество и в двадцать первом веке, мы тоже пережили сложный период и атеизма, и погромов, и клеветы, и ненависти, и злобы, и убийств, и мучения, и тюремные заключения, все это пережила церковь, в наше время, братья и сестры, даже некоторые у меня спрашивают, вот сейчас война идет, люди друг друга убивают, разрушаются села и города, как это все можно потом простить? но у нас есть пример все прощения, это Бог, которого мы оскорбляли грехом и безбожием, и который прощает нам все, когда мы к нему приходим на исповедь, и пример матери нашей церкви, рушили храмы, взрывали монастыри, расстреливали священников, ссылали на каторги верующих, смеялись над своими же бабушками подчас их внуки, над своими мамами их дети, но эти бабушки прощали внуков и детей, слышали ли вы от священников или от епископов за ту ненависть, ту злобу, которая причинена была и церкви, и архиереям, и монашествующим, и священникам, вы слышали хоть когда-то слово в ответ ненависти или непрощения к людям атеистически настроенным или к безбожникам, которые хвалили, что они рушили церковь Христову, вы слышали хоть слово ненависти с вот этого места самвона, с которого проповедовали всегда о Боге и о правде Божьей. Слышали слово ненависти или нет? Нет. И это свидетельствует в каждом храме, в любой епархии. Даже сегодня, братья и сестры, моменты, когда забирают храмы, когда выгоняют монахов из Лавры Киево-Печерской, вы слышите там слова озлобления от монахов или от изгоняемых людей? Нет. Они переходят в другой домик, строят новый храм, молятся в гараже и подчас другие, те люди, которые забирали храм, потом приходят к ним и говорят, простите нас, мы неразумно это сделали, а можно мы с вами молиться будем? И с радостью их принимают, с радостью принимают, и они вместе с ними молятся. вот здесь сегодня память схиархи Мандрита Михаила, который тоже гонений в советское время испытал множество. Здесь же лежит игумен Иоанн Стрельцов, 12 лет каторги отбывший, у которого зубы были выбиты на допросах, и клок бороды был вырван вместе с кожей, и который придя с каторги к нам служил каждый день. И когда к нему приходили органы и спрашивали, слышали, что там какой-то поп завелся в селе Покровском под Бахмутом и каждый день служит, пришли к нему и спрашивали, отец, ты кому молишься? Богу, сынки, молюсь. А о чем молишься? Молюсь, чтобы вам хорошо жилось. эти слова были сказаны теми людьми, которые перетерпели и гонения, и каторги, и тюремные заключения, и избиения, и всякое, и пережившие это все остались христовыми по духу, братья и сестры. Да и мы с вами, братья и сестры, тоже христовы по духу. Пример приведу. Помните, нашу икону чудотворной Святогорской Божьей Матери несли в всеукраинском крестном ходе. И помните, как под Борисполем вышли кучка безумцев и начали бросать в икону камни, яйца. Им этого мало показалось. Они начали извергать матерную нецензурную брань. Как будто сам ад вышел, чтобы вылить свою злобу, ненависть, которая в таких действиях и словах выражалась по отношению к святыне и к крестоходцам. Но со стороны крестоходцев на эти камни, на эту матершинную брань был один ответ. Шли со слезами и пели Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, якоспаса родила и си душ наших. Шли и пели. Один из священников, отец Сергий, видя и желая защитить икону, снял с себя филонь и одел сверху на икону, чтобы не летела в нее грязь или камни, или яйца, защитил святыню своей новою ризою. Как он потом говорил, икона большая, я не мог ее телом прикрыть, но как-то защитить хотелось, и я защитил ризою своей, эту икону, одевши ризу на образ Божий. Братья и сестры, вот оно и христианство, любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас. Так Господь нам сказал, и мы по сегодняшний день так поступаем. И дай Боже, братья и сестры, чтобы беда эта прошла. Но самое страшное, чтобы мы в душе не поселили своей злобу. Любой грех, будь то блудный грех, будь то злоба, неприязнь, ропот, клевета, осуждение, это болезни души человеческой. Если мы безответственно их впускаем в душу, то они срастаются с нашей душой там и становятся нашей второй природой. И даже потом и война закончится, и бедствие закончится, а та злоба, она будет в нас душа жить и изливаться на всех по малейшему поводу. И мы будем сами этой злобой раздираем, мы будем мучены, но мало того, братья и сестры, святые отцы говорят, что кто спускает злобу в свою душу и не исповедует ее, а оставляет в своей душе, то впоследствии эта злоба убивает в нем человека. Человек как бес становится. Поэтому не дай Боже нам такими быть, братья и сестры. И церковь Христова поскольку знала и гонений, и несправедливости по отношению к ней, и клеветы, и ненависти, и злобы, оставалась как любящая мать, прощающая все своим подчас безумным детям, которые, бывает, и обижали ее, но мамка никогда на них не обижалась. Так наша Святая Матерь Церковь, так наши священники, так наши прихожане, которых мы, братья и сестры, которых мы имеем как пример. Дай Боже, братья и сестры, чтобы мы пережили это время, время трагедий, страданий, как пережили когда-то до 100 лет, переживая иконопочитатели, во время иконоборческой ереси, и чтобы сегодняшнее торжество православия, праздник, чтобы мы в душах своих, в сердцах своих и в умах своих тоже имели счастье торжествовать, торжествовать и радоваться тому, что мы православные, что мы нужны Богу, что мы в Его Святой Церкви, о которой Он сказал «Аз есм с вами вовся дни до скончания века». И этой радости у нас никто не отымет, что Господь с нами вовся дни до скончания века. А все, что вокруг церкви стараются вражьи и силы или непосредственно сами, или через людей сколотить и уничижить, это все временно и проходящее, потому что Слово Божие не вяжется, Слово Божие не умиршляется, оно бессмертно. И мы, братья и сестры, также бессмертны и свободны во Христе. В чем заключается свобода? Некоторые сейчас понимают свободу, что делай, что хочешь, вот это свобода. Нет. Истинная свобода бывает только во Христе. Когда человек свободен между грехом и добродетелью, между злом и добром, между правдой и ложью, избирает правду, избирает добро, избирает истину, вот это когда у человека он свободно избирает светлое, Божие, вечное, нравственное и духовное и полезное для него, вот это свобода при выборе, когда ты между злом и добром выбираешь добро, между дьяволом и Богом ты выбираешь Бога и Его заповеди, Его учения, вот это и есть истинная свобода нас, как творений Божиих, за которых Господь по любви своей распялся и утвердивши церковь, даровал в ней таинства, пользуясь которыми мы, братья и сестры, будем с вами спасаться, спасаться для вечного и нескончаемого бытия, к которому мы призваны с самим Богом голосом любви, придите ко мне вситруждающиеся и обременение и аз упокою вы, возьмите иго мое на себе и научитесь от мне как рот так есть мы смирен сердцем и обрящите покой душам вашим иго бо мое благо и бремя мое легко есть легко жить с Богом и по Божьему так и будем жить Аминь Подписывайтесь на YouTube канал Святогорской Лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители А чтобы совершенно ничего не пропустить установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала нажав на колокольчик под этим видео Следите за новостями Святоуспенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях и в социальных сетях и в социальных сетях и в социальных сетях Субтитры Игорь Негода Угорь Негода Продолжение следует...